Марина, я так рад, что мы познакомились однажды в Железногорске, где вы сами уехали. Павел Сергеевич направил вас. В Железногорске? Да. Нет, вот туда вы поехали, как миссионеры. Нет, у меня супруг оттуда. А, он там жил? Да, он именно жил там. А с Павлом Сергеевичем мы познакомились с Боготогеназием Махненко, не знаю, можно ли. Можно, можно, не думайте. Мы просто начали служение в Железногорске. В каком году вы туда переехали? А, ну, мы планились в 2008-м, и как раз я туда переехала, с Нижнего Новгорода. Вот, то есть за тысячу километров мы с нами познакомились. Это отдельная история, как мы с нами познакомились. У нас там целая история красивая, вот, с ромашками. Поэтому, и вот мы с 2008-го года начали служить потихонечку, и через время, уже через время, мы поняли, что у нас люди начали каяться, и нам нужно покровительство. А тогда мы читали книгу и видели Геннадия Махненко, и он как раз, Игорь, говорит, давай поедем. Вот, и мы съездили туда, как раз временная была, и он нас направил к Павлу Сергеевичу. В Мариуполе уездили. Да, мы съездили на Мариуполь, вот, жили, там, настолько тепло приняли, настолько это вот, столько любви, столько заботы, мы, и такие горячие сердца. Какой год был, 2000? 2000, я сейчас скажу, а, 30-й, 11-й, 10-й, наверное. Ну, мы где-то вот там, вот, и вот, и вот он как раз там был в какой-то саммит, и мы разговаривали, мы вообще не поняли, куда мы попали, там какой-то там стол по здоровью, вот, и он направил, говорит, давайте мы ребятам направим куда их, и он говорит, Павел Сергеевич. Говорит, это человек с большим сердцем любящим, вот, и мы как раз приехали, и сразу поехали к ним, и да, действительно, нас встретили, и именно Павел Сергеевич встретил, он непосредственно со своей огромной, любящей душой и сердцем, вот, сразу мы не почувствовали, что какой-то вот человек с каким-то вот статусом, а именно человек Божий, вот, человек Божий, и именно служитель Божий, это прям чувствовалось, и все, и мы стали, и он непосредственно рукоположил Игоря на паспорт, и мы начали служить через Нагорский, в течение 7 лет мы служили, а именно как семья, которая... Ну, там мы и познакомились, видишь. Для меня было забавно, вот, из наших, из новых церквей, там же, ты же знаешь, очень много и баптистов, и писятников, и все они деленные и переделенные друг от друга, там. Вот, когда первый раз приехали, ну, я Олег Михайлович, пастора нашу, попросил, мы прошлись по разным церквям, мы честно сказали, что мы начинаем новое служение здесь, никого не хотим, там, это будем проповедовать Евангелие, вот, тихонечку. Ну, а вас мы всех знали, там, вы были у нас Орловские, мои были Калужские, еще Курские были, там три группы вот таких новых церквей были. Ну, сейчас вроде все мы объединились в одном, и вы уехали, да, и Курские тоже там уехали, ребята. Вот, ну, просто. И вот все эти восемь-девять лет вы с Павел Сергеевичем. Да. Вот, ты была, наверное, ну, не считая членов семьи, ты была даже в реанимации, когда Павел Сергеевич уже вот совсем. И в Норке даже два раза. Расскажи, слушай, вообще, никого ж не пускают никуда. Ну, это было... Как ты попала туда, как разрешили? И почему ты вообще поехала? Вы же здесь, в Москве живете, где-то. Да, мы живем в Москве. Там, получается, такая ситуация сложилась, что Павел Сергеевич попал в больницу. Мы держали с ним связь, с Анной Алексеевной, и Яна Алексеевна сказала, что если нужна помощь, я в любой момент туда поеду. Вот, и настал такой момент, когда она предложила туда поехать, но мы не смогли, чисто из территориальной истории. Я попросила одного из своих близких и знакомых, и вот они съездили, узнали новости. Вот. Ну, как раз буквально в это же время был такой момент, что там погода такая была дождливая. Я думаю, это нужно сказать, потому что вот именно с того момента, какая-то вспышка, вот прям, такое какое-то присутствие Божие было очень сильное. Я веду марафоны, и как раз вот готовила для женщин очередной блок, и вижу такая гроза, и написано «Сила Духа Святого». И в этот момент, просто поднимая глаза от того, что в наш дом взлетела, как такая просто молния, причем такой свет у меня, у детей двухэтажная кровать, и у меня сын сидел на втором этаже, и окна в пол, они большие, вот. И я только вижу сына, перестаю его видеть, дочь, никого не вижу, и все. И он такой, мама, что это было? Я говорю, это была молния, и они быстро начали выключать свет. То есть дом взлетела шаровая молния, как залиния была? Мы не поняли, что это было, но у нас ничего не загорелось, ничего. Вот просто, вот эта вот такая вспышка, она была очень сильная. Вот, и мне сын засыпает уже ту ночь. Это была суббота, и на воскресенье. Он спит очень странно как-то, и на служение себя очень странно вел. Он дергал вот так головой, вот все, как будто бы мысли какие-то выгонял. А потом вечером мы уже возвращались, он говорит, «Мама, мама, мне нужно тебе что-то рассказать». Я говорю, что такое? И он рассказывает сон. Он рассказывает сон, как, там, детали, там, именно, связаны с Анной Алексеевной, с Павлом Сергеевичем. Вот, и я прям четко понимаю, что это вот касательно нашего епископа. Вот, и звоню Анне Алексеевне о том, что мы должны туда поехать. Вот, а на тот период времени Анна Алексеевна говорит, ну, с ребенком туда нельзя, вот, но, говорит, я бы вас попрошу. Павел Сергеевич уже в реанимации лежал, да? Да, уже в реанимации лежал. И там именно Бог показал, что нужно сделать. Мы передали этот момент, вот, я его не буду озвучивать, потому что это вот чисто Анна Алексеевна касалась. Вот, Бог прям передал через форес, мы долго сидели с папой, на него смотрели, рассматривали сына, ребенка, потому что для нас это был совершенно новый опыт. Мы когда-то думали представить себе, но вот такого не нужно первый раз. Вот, и вот она эта история, что мы передаем, мы поедем туда, в реанимацию, вот. А там еще такое чудо случилось, там мы должны были к 13.00, и мы не в ту сторону пошли пешком от метро, и, оказывается, мы прошли минут 15 далеко от метро. Я говорю, мы опаздываем. А там, получается, он у доктора выходит, и он сразу уже говорит, вот. И там такая ситуация, что, я говорю, форес, мы опаздываем. Он говорит, Бог сказал, что он сейчас все усмотрит. И я подхожу к людям, к мужчинам двум, помню, и говорю, а вот мы правильно идем, а у меня телефон зависит еще. Он говорит, нет, вы не в ту сторону идете. Я понимаю, что нам еще полчаса идти в обратную сторону пешком, а как ехать? А там такое, ну, очень большое это было движение. Ну, вот, а что он делает? Он, а, и все, я перехожу через дорогу, такая не понимаю, что в чем происходит, а форес продолжает говорить, Бог все усмотрит. Он сказал, что он нас проведет. Этот мужчина догоняет нас, он говорит, я вам заказал такси, он сажает нас на такси, я говорю, давайте я вам плачу. Он оплачивает нас такси, он говорит, езжайте, вас там ждут. И он нас отправляет, это причем два молодых парня, ну, таких вот, ну, молодых. И я понимаю, что это Бог. Мы приезжаем ровно туда, к 13.00, ну, даже чуть раньше мы приехали, нас пропустили через охрану. У нас, нам вообще сказала Анна Алексеевна, Марина, не попадайтесь, к врачам вас выгонят. Потом я поняла ее слова, нас вообще не выгнали, у нас, наоборот, какой-то главврач говорит, вот туда, вот туда, мы прошли. Когда мы туда ездили, у меня сначала сон приснился, а когда мы именно приехали туда, вот было вообще такое нервное ощущение, вот мы его отыскали, и вот удивительно было, мы и шли, и, ну, и нам встретилось, что ли, два мужика, и они, ну, как бы такси заказали, мы туда доехали, вот удивительно, все было так удивительно, туда мы приехали, нас вообще не могли вообще никак пропустить, потому что Анна Алексеевна, жена пастора сказала, что, ну, прятала, что меня мама, чтобы они не заметили, а мама меня показала, и мы, ну, меня впустили с мамой. Мы зашли, то есть вот это был первый такой опыт, когда Форес, он был прямо в моменте, где вот все вот эти больные были. Это там в Глозе был, мы помолились, мы зашли, помолились за Павла Сергеевича, это был первый. Там была фраза, что он помазанник мой, Бог передал, и высвобожаю силу Духа Святого. То есть нужно было брать, ну, как за руку, за ногу, молиться, и вот высвобождать вот такой молитвы. За эту неделю, получается, Бог показывал, когда он будет жить, и когда еще мы не знали, что происходит, и когда он сказал, что все, уже поздно, то есть, ну, все. Вот. И как раз был момент, что я Форес записываю, и через три дня он, правда, уходит. Вот. Это был первый раз. Второй раз, ну, там было много деталей, я их опущу. И вот во второй раз, когда опять Форес поднимается, говорит, нам... Сколько сын был лет? На тот период времени, сейчас скажу, ему было 10. Ну, это прошлый год. Да, вот. 20 лет. И потом, в следующий момент, он говорит, нам нужно ехать к Павлу Сергеевичу. Я говорю, хорошо, но... То есть Бог говорил сыну, побуждения всегда через него были. И я говорю, как это голос звучит? Он говорит, как... Говорю, ну, он похож, но ты его раньше слышал? Нет, говорит, я его раньше не слышал. Он говорит, строгий, но очень добрый. И я боюсь, говорит, его ослушаться. Он такую прям фразу говорил, что я боюсь его... И он не хотел туда идти. Он всячески отвлекал себя, но потом протворачивался и говорил, что нам туда надо ехать. То есть вот он прям четко это понимал, он начинал дергать нас. Вот. И как раз вот мы второй раз поехали. И это было тоже очень чудесным образом. Там тоже не должны были пропускать, но нас пропустили. Вот. И вот как раз на третий раз, когда мы тоже туда поехали, может, был уже последний день. Павел Сергеевич приходил сюда? Вот как раз вот я про него сейчас и буду рассказывать. Мы, то есть, получается, просто два раза ездили, молились с него. Вот как раз вот этот вот третий раз был. Вот как раз перед его один день остался мужей жизни. Мы уже заходим. Нам всем запретили, чтобы нас туда не пускали. Даже на вот сам охранник. Сказал, нет. Все. Меня отругали. Кстати, нас тоже отругали. Когда мы выходили, нам сказали, что вы, понимаете, здесь сейчас вот этот вот рассадник болезней. Вы сейчас с ребенком. Это вот какая-то статья, причем очень серьезная. Там вообще врачи, врачи вообще не разрешают здесь. Вот. Потому что там гнойная, вот эта вся эта история. И вот как раз этот охранник его занимает Фореса. Фореса его благовествует, проповедует. Вот. Я захожу туда наверх, и доктор начинает мне рассказывать. Я говорю, доктор, можно мы помолимся? Он такой разворачивается. Очень грубо был. Грубо в первый раз. Ну, везде, где я была, в этот день это было просто, не знаю, если вот можно сказать, хамили, плевали. Можно вот так чуть ли не отталкивали. Это вот как раз вот этот день был. Ну, просто-напросто я смиренно шла, говорю, пожалуйста, пожалуйста, мне нужно там быть, а я не являюсь его родной дочкой. Но в свое время Павел Сергеевич сказал, Игорь, я ее удочеряю. То есть он мне так сказал, говорит, наверное, у него пол России, пол мира было таких. Но вот в тот момент, он прям Игорь очень четко сказал, говорит, не обижай мне ее. Вот. Ну, и для меня он реально был как папа, и поэтому я не могла его, ну, не так. Самый лучший в мире человек. Вот. И вот как раз момент захожу, когда к нему, я думаю, можно эти моменты говорить. Просто я ему каждый день, ну, массировала ноги, как возможно было, а в этот день они уже были другие. Вот. У него были болячки, и у меня просто палец, он просто, ну, провалился туда. Да, и я поняла, что все. Угу. Да. Ничего. Вот. И я пошла к ручкам, а руки тоже уже начали гнить. Вот. Ну, я уже, наверное, минут 10 была. И я подошла к его ушку, и просто говорю, папа, папа, это Марина. Я говорю, меня прислал к тебе Иисус. И в этот момент он пробудился, он открыл глаза, я, конечно, очень испугалась. Я думаю, что-то сделала не то, потому что я побежала к врачу, говорю, он смотрит, он смотрит, он начинает что-то говорить. А вот. И он не дёрнулся. Врач, я такая думаю, это шанс. И я продолжаю ему что-то говорить, рассказывать о церкви. Я говорю, папа, ты вам поправляйся, потому что церковь тебя ждет. И я начинала петь ему псалмы, а он в этот момент говорил, что-то говорил. А он смотрел, он прям смотрел, он как смотрел, он несложно было смотреть. Он одним глазиком смотрел, а другой у него, ну, уходил. ему сложно было это делать. Он очень был красивый. У него пара спец заходил, он говорит, мама говорит, какой он говорит красивый. Он говорит, он говорит, от него любовь, говорит, исходит. Вот. Он был очень красивый. Простите, я не могу. У нас утешает то, что мы знаем, куда в небо. Да. Господь перенял его. Время прошло. Что-то пережили, что-то переживем намного позднее, когда все это пустится. Это был вот последний день как раз. Да, это был как раз последний день. И такой момент, что я пела ему псалмы, вот, с таким моментом, что вот-вот-вот он сейчас вообще встанет у меня. но оно было как-то в голове, а в ощущениях это было, что так оно должно быть. И все, что он делает, вот ощущения, но при этом была радость какая-то немыслимая. И у меня даже есть фотография, мы когда вышли оттуда, это был, ну, я сфотографировала у нас с Форес, я сфотографировала в этот последний день, когда он бахил туда одевал, прям в реанимацию, как-то запечатлило, что вот он зашел туда, потому что все сказали нет, все сказали нет, но Бог сказал да. У нее Форес говорит, мы когда туда заходили, ну, вот, мы сидели в, мы приехали раньше на полчаса. Я говорю, Форес, точно Бог говорит? Да, мама. Он говорит, я боюсь, мама, я не хочу, мама, почему Бог, почему он выбрал меня? Он, он спрашивал, говорит, почему, почему я выбрал именно ребенка? Я говорю, ну, не понимаю, почему это я должен делать, почему никто-то из взрослых это делает? Вот, и, конечно, он очень боялся, говорит, да сейчас нас опять так выгонят, как вот до этого нас выгоняли. Вот. Я говорю, а что спроси у Бога, что он говорит? Он говорит, он сказал, что он все смотрит. Я говорю, это тот же голос. Да, ну, вот, если бы это был другой голос, это тот же голос. И вот, поэтому мы туда и прошли, да, действительно, вот как раз, и потом, когда я ему допела псалмы, вот, ему рассказала, что его Анна Алексеевна любит, его все любят, я перечислила всех, я молилась, и у него просто, он очень любил петь, и поэтому пела именно все псалмы, которые он, я ему включала псалмы, и это было просто, прямо телефон не включала, и потом он просто взял и закрыл глаза. Как будто бы он что-то вот высвободил и закрыл глаза. Я поняла, что это благословение, потому что после как раз этого благословения пошло служение, то, в котором вот сейчас оно идет, и я понимаю, что это папа благословен. Потому что так, я не понимаю, как оно работает, но работает, потому что это благословение. Я сначала не понимал, почему он не воскрес, а потом такое, как откровение было, что вы воскресили его дух, а не тело. Вот деятельно, вот тут иногда Бог дает такие вещи, которые мы иногда вообще не понимаем. Мы думаем, что зайдешь, и его вскочит и пойдет. как партизан. А на самом деле, тут совсем все по-другому. И вот мы вышли, я вообще не понимал вот этого всего. А вот потом отвлекся на разные другие вещи, и вот я потом понял. И сначала у меня сон этот был, вот я ходил, его из головы выбивал, думал, ересь какая-то. Да он Сергеевич, и все хорошо. А потом все это получили, поехали. Вот у меня, если так говорить, мне самому это не хотелось по телу, если говорить. Потому что там в метро, в этих вот это, меня в метро колбасит, если честно. А вот мы приехали, потом все это нашли. Правда, Анны Алексеевны там не было, их сыновья были, но они там все были расстроены из-за, ну, кто будет не расстроен, когда твой папа уже умер. Потом родные приехали, морг забирали, вы тоже были уже. Да. Вот. А Бог взял, побудил опять на стой ехать. А, кстати, когда он уже умер, это был как раз вот, ночь вот этого вот произошло, у меня с сыном просто поскочил и вот так вот сидит. Я говорю, сына, сына, что случилось? Сына спросил Бога, что говорю с Павлом Сергеевичем? Он такой, его тело гноит и червицы. И он лег. Все. То есть, это был момент того, что все, то есть, его тело гноит и червицы, то есть, оно уже все. И мы, получается, едем в этот день, мы думали, что он еще в реанимации, вот, мы не поняли вообще, зачем Бог нас туда провел, вот, но получается так, что нас опять пропускают, уже даже в реанимацию опять пропускают. Я спрашиваю, опять пропускают, в то же время ругают, и это, ну, я, кстати, после этого поняла, что не надо ничего бояться. Вот с Богом вообще не надо ничего бояться. Бояться надо греха и пожар. И ослушаться Бога. Я не понимаю, как люди говорят, Бога нет. Ну, как его нет? Вот на растения посмотрите, на ископаемые, на землю, на все это посмотрите, но как Бога нет? Вот некоторые думают, что послушание это всегда, ну, там, на какие-то, ну, вот в этом и было послушание, что ребенок 10 лет, и мне пришлось тоже быть послушным, вот, голосу Божьему, потому что скептицизм, он растет быстрее, то есть, сделать взрослый анализ, то есть взвесить. А здесь есть доверие, такое вот, которое просто доверие. Я понимала, что это сверхъестественно, это не похоже на моего ребенка, я его знаю 10 лет. Это не мой ребенок был. И вот Бог не дает человеку идти по тем дорогам, по которым он сам не прошел, он сам проходит, как тропинка протоптанная, и человек уже идет. И потом, кстати, когда Павел Сергеевич уже все, он так отключился, он больше не слышал. Представьте, это вообще было удивительно, то есть, он его слышал каждый день, он прям чувствовал этого присутствия, а потом вот так щелкался, то есть, это вот надо было, он говорит, это помазанник мой, то есть, это помазанник мой, поэтому, и он, кстати, где был, он все время говорил, это Божий помазанник, там Божий помазанник, и Бог привел нас сюда. И вот он всем рассказывал, что это Божий помазанник, и Бог печется даже от теля. Бог печется от помазанника, даже от теля. И это вот он всем говорил, и это было чудесным, тоже, таким моментом. И вот, когда мы уже, получается, уже и ребята забрали, мы, конечно, помолились за тело, но это был момент такой, что просто, Это был мой первый опыт в своей жизни, чтобы можно понять было, я никогда в жизни не видела мёртвых людей и никогда в жизни не прикасалась, и вот я трогала его правой рукой, я просто долго ещё чувствовала холод такой, но при этом это было какое-то такое родное, родное, родное. А кем ты будешь, как ты думаешь? Я думаю, пророком каким-нибудь, мне очень нравится людям всё, духовные темы, всё это я очень люблю. А связи с поколением? А вот я думаю, что в этом есть определённый пробел, в нашей стране вообще всегда бывает проблема с ротацией. К сожалению. А вот мы приняли решение, что мы должны всё-таки, пока ещё живы, пока здоровы, пока у нас есть силы подготавливать новых лидеров, новое поколение и в этом направлении двигаться, передавать эстафетную палочку следующему поколению. Правда, заключается в том, что многие не хотят и отдавать, а сегодня молодёжь воспитана так, что и принимать не очень-то хотят. В общем, вопрос. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова